Слово «галактика» произошло от греческого слова «галактос», что означает «молоко». Именно поэтому нашу галактику называют «млечный путь». Здравствуйте! В эфире программа «Факультет наук» о ценном продукте, о молоке. Мы расскажем вам сегодня с моим постоянным соведущим, экспертом, доктором химических наук Диасом Мурзахожа. Здравствуйте! Сегодня мы поговорим о молоке, его различных видах, свойствах, пользе, а также о вреде молочных изделий. У многих народов корова считалась священным животным. К примеру, в Древнем Египте ее никогда не приносили в жертву. В одной из версий египетского мифа бог Ра поднимается из океана на небесной корове, которая встала из воды и превратилась в небо. История молока столь же древняя, как и история человечества. Об этом вы узнаете из следующего сюжета. Мы не можем назвать место и точную дату появления молока. Известно лишь, что коровы и овцы были одомашнены на территории современного Ирана и Афганистана, приблизительно в девятом тысячелетии до нашей эры. Содержать дойных животных было для населения того времени втройне выгодным. В Турции и Африке находки, подтверждающие использование молока, известны уже за семь тысяч лет до нашей эры. В шестом тысячелетии до нашей эры молочный скот был известен на европейском континенте. В Украине пять тысяч лет назад использовались различные молочные продукты, а в Египте такие упоминания появились около трех тысяч лет назад. Редкий народ не сложил о молоке свою историю. Так древние римляне считали, что Юпитер был вскормлен молоком божественной козы Амалфеи, и потому в качестве жертвы подносили грозному богу именно этот напиток. Подчивали им не только Юпитера, но и других богов и богинь, покровительствовавших плодородию, деторождению, пастухам и их стадам. Древнегреческий врач Гиппократ первым сформулировал основы лечения молоком. Известен такой случай. В Древней Греции в городе Абдеры заболел сын одного знатного человека. Не помогали ни целебные травы, ни снадобья. Гиппократ назначил утром, днем и вечером в течение недели разбавленное ослиное молоко, а через неделю молоко коровье. Этот рецепт помог молодому человеку. Излечивший юношу врач советовал пить молоко людям нервным и больным туберкулезом. Именно Гиппократу принадлежит известное изречение «Молоке – совершенство». В средние века другой прославленный лекарь Авицена считал молоко наилучшей пищей для людей пожилого возраста и утверждал, что оно сводит безобразные пятна на коже, а если его пить, улучшает цвет лица. В средние века молоко как лечебный продукт было забыто, и только в 16 веке его вновь стали применять. В конце 19 века петербургский врач Филипп Яковлевич Карель применил молоко для лечения заболеваний желудка, кишечника, печени и других болезней. Причем он первым использовал обезжиренное молоко, постепенно увеличивая дозу от 3 до 12 стаканов в сутки и не давая больному другой пище в течение нескольких дней. Такой метод лечения полностью оправдал себя и был одобрен известным выдающимся ученым Сергеем Петровичем Боткиным, который называл молоко драгоценным средством для лечения болезней сердца и почек. Важно отметить, что в наше время ученые, зная химический состав молока и его физиологическое значение, уделяют много внимания молочной диете детей и пожилых людей. Исследования показали, что в молоке содержится свыше 200 ценнейших компонентов – аминокислоты, жирные кислоты, минеральные вещества. Какие еще важные элементы в составе молока вы можете отметить? Молоко тем и хорошо, что в ней содержатся все необходимые компоненты для полноценного функционирования организма. Именно поэтому у младенцев единственным источником пищи и жизни является молоко, грудное молоко. Из всех компонентов, которые находятся в молоке, самое главное – это, конечно, протеин, также находятся практически все виды жирных кислот, то есть жиры, и находятся углеводы, кальций, рибофлавин, витамины А, В, В2, В12, также цинк и многие другие минералы, витамины и жизненно необходимые элементы. Расскажите подробнее о молочном жире, казеине и лактозе в составе молока. Ну, во-первых, существует молоко от разных видов животных, в том числе у человека, и в зависимости от источника этого молока, и состав тоже меняется, причем значительно меняется, иногда меняется в жизненно необходимую сторону, то есть некоторые виды молока противопоказано пить, некоторые виды молока жизненно необходимо пить. К примеру, если мы говорим о молочном жире, то в коровьем молоке присутствует большое количество длинных жирных кислот, которые при мицеллообразовании в желудке человека образуют большие мицеллы, большие как бы хлопья, и поэтому у них есть свои противопоказания. Поэтому у различных видов молока различный вид жирно-кислотного состава. Но в целом в любом виде молока содержатся как насыщенные жирные кислоты, так и мононенасыщенные жирные кислоты, и полиненасыщенные жирные кислоты. Хотя в основном, вот в человеческом молоке, к примеру, больше всего омега-3 ненасыщенных жирных кислот, которые и являются для нашего организма необходимыми и не синтезируются уже в отдельно взятом организме. Далее, если мы говорим о белках, то такой вот белок, как козеин, существует, да, и козеин, он, конечно, вреден для здоровья, вреден для здоровья взрослого человека, а для младенца, конечно, он тоже необходим. Поэтому надо уделять таким видам молока, в которых меньше всего козеина. А почему такая разница? Человеческое молоко, оно не козеинового типа, а альбуминового типа. Поэтому в нем, если смотреть по соотношению по массе, до 74% альбумина. Поэтому оно легко усваивается человеком и человеческим детенышам. Ну и в будущем тоже человеку, конечно, легче потреблять молоко не козеинового типа, а альбуминового типа. И дальше, конечно, по соотношению так называемого молочного сахара, лактозы, то у человека в зависимости от возраста много или мало лактозы, то есть фермента, который может расщеплять. И тоже в зависимости от типа молока, к примеру, в коровьем молоке большое количество лактозы. Взрослый человек уже достаточно трудно ему переварить это, и у многих людей есть непереносимость, аллергические реакции на такие виды сахара. А, к примеру, в кобыльем молоке, в кобыле молока оно, почему оно такое даже голубоватое на вид, особенно свежее, выдаенное кобылье молоко, потому что в нем действительно много сахара. Не молочного сахара, а вот глюкозы, фруктозы, вот таких сахаров. Поэтому на вкус оно тоже сладкое. Так же, как и, в принципе, верблюжье молоко, которое тоже очень полезно для человеческого здоровья, в которых практически нет лактозы. Через несколько секунд мы вернемся в студию и поговорим о пользе и вреде коровьего молока для нашего организма. Прежде чем мы поговорим с доктором Диасом о пользе и вреде молока, предлагаю посмотреть сюжет, из которого мы узнаем еще больше интересного об этом продукте. Молоко. Однородная биологическая жидкость, синтезируемая молочными железами самок млекопитающих. Этот ценный продукт содержит массу химических микроэлементов, витаминов и минеральных веществ, так необходимых человеческому организму. Основной состав коровьего молока, так как мы употребляем коровье молоко как продукт и как сырье для переработки молока, максимум 15% сухих веществ, 85% вода. А сухие вещества, основные компоненты сухих веществ, это белки, углеводы и жиры. Белки в молоке имеют два вида. Казеиновый комплекс и сывороточные белки. Казеин. Сложный белок, образующийся при превращении молока в творог путем свертывания. Присутствует в молоке в виде соли кальция. Содержание в коровьем молоке 78-87% от всех белков. Содержит все незаменимые аминокислоты и поэтому является важным пищевым белком. Сыворотка. Мы иногда выливаем сыворотку. Это самый главный, полезный, можно сказать, компонент молока. Потому что в сыворотке содержатся все микроэлементы, макроэлементы, витамины, лактоза, молочный сахар и затем жиры. Главное жиры, там триглицериды в молоке. Очень полезны. И в молоке содержатся еще все жирорастворимые витамины. А в самом жире молока, витамин D, витамин K, E, все жирорастворимые витамины. И в том числе витамин F. Это полиненасыщенные жирные кислоты. Это фосфолипиды, которые необходимы для синдеза клеточных мембран мозга. Отдельная тема – молоко коровы. Сегодня в мире наблюдается тенденция отказа от коровьего молока, которая оказывает пагубное влияние на здоровье ребенка, а иногда приводит и к летальному исходу. Потому что в коровьем молоке большая концентрация бета-лактоглобулина – это аллергенный белок. Аллергенный белок, поэтому многие дети не могут усваивать молоко. Даже от рождения не могут. А в материнском молоке этого белка нет. Поэтому материнское молоко усваивается стопроцентно. Чтобы не рисковать, ученые рекомендуют употреблять детям кобылье молоко. Однако не все так просто. Что для ребенка мед, для взрослого яд. Кобылье молоко практически не усваивается взрослым организмом из-за высокого содержания лактозы, которая не расщепляется в желудочно-кишечном тракте. Кобылье молоко как в виде молока употреблять очень тяжело, так как лактозы там много. Лактоза в нашем взрослом организме практически не переваривается, не расщепляется. Почему? Эта лактоза расщепляется только как грудничком в возрасте. То есть вырабатывается фермент, сучуженный фермент, который расщепляет лактозу. И многие взрослые люди лактозозависимые. А кто никогда не употреблял, им не взял употреблять кобылье молоко. У них будет дисбактериоз. Другое дело верблюжье молоко. Являясь калейдоскопом различных фосфолипидов, эссенциальных жирных кислот, лактофилина, инсулина, верблюжье молоко полностью усваивается организмом взрослого человека. Итак, с составом и видами молока разобрались. Однако назревает новый вопрос. Как правильно выбрать молоко среди огромного множества продуктов, предлагаемых на рынке? Вы когда идете в магазин, вы должны знать, какое молоко лучше купить. Для этого пишется маркировка. В маркировке все пишется. Это восстановленное молоко бывает, значит, натуральное. Или там пишется восстановленное молоко. Восстановленное – это значит из сухого молока. А натуральное молоко – это вот этих мягких полиэтиленовых пакетов, которые хранятся неделю. Это пастеризованное молоко. Процесс пастеризации практически – это щадящий режим температурной обработки, который сохраняет все достоинства молока. То есть самое главное там при термообработке, что происходит? Ну, динатурация белка – это нежелательно. И витамины должны остаться. Да, молоко действительно является неотъемлемой частью полноценного рациона человека. Не зря гласит народная пословица – осенью молоко спичкой хлебают. Раз макнут, два тряхнут, а потом и в рот понесут. Люди пьют коровье молоко на протяжении многих веков, но почему-то именно в наше время ведутся большие споры о его вреде и пользе. Давайте по порядку. Какие основные полезные свойства коровьего молока вы можете отметить? Коровье молоко, как и любое другое молоко, оно содержит в себе необходимые протеины, то есть белки, как строительный материал для нашего организма. Оно содержит молочные жиры и жирные кислоты всех видов и в хорошем таком соотношении. А также содержит в себе углеводы и различные минералы, которые… и витамины, которые необходимы для нашего здоровья. Поэтому с этой точки зрения, когда нет другой альтернативы, то коровье молоко, конечно, очень полезный и хороший продукт. Но если вы не мутант, потому что 70% человечества в процессе цивилизации мутировало, изначально люди не могли переваривать лактозу. И у 30% людей и сейчас в современном мире, они остаются не мутировавшими и не могут поглощать, не могут переваривать лактозу. Это еще со времен неолита, да? Да, да, да. Вот к таким людям, например, я отношусь, я не могу переваривать лактозу. У меня и аллергия, и неперевариваемость желудка, и сразу же начинается метеоризм, и все вот эти вот неприятные вещи от лактозы у меня происходят. И так происходит с 30% людей. 70% людей в процессе современной жизни человека, когда уже корова стала одомашенным животным, конечно, они уже могут потреблять и без ущерба для здоровья. Но без ущерба какого для здоровья? Что лактозу они могут переваривать, у них нет аллергической реакции. Но важно помнить, что когда мы говорим о коровьем молоке, то коровье молоко, оно источник углеводов. От молока мы толстеем. И также те жирные кислоты, которые находятся именно в коровьем молоке, у них длина углеводородной цепи до 15, если посмотреть по химическому составу. То есть, получается, эти жирные кислоты усваиваются у нас уже в кишечнике. Кишечники, усваиваясь, они, попадая к нам в организм, как раз таки вызывают повышенный холестерин, ожирение и ухудшение потенции среди мужчин. И вот такие вот вещи негативные, конечно, есть в коровьем молоке как альтернатива. Можно сказать, что в том же кобылье молоке гораздо меньше уже этих жирных кислот, которые длина углеводородной цепи, которых выше, чем 15. То есть, они, усваиваясь, входят в биохимический процесс нашего организма. То есть, попадают в легкие. И когда, попадая в наши легкие, они становятся той эмульсией, отхаркивающей эмульсией. Или когда мы начинаем потреблять этот кислород из воздуха, то они как раз, это водно-эмульсионный раствор идеально для тех кислот, у которых С15 выше. Таких кислот, конечно, больше в кобыле молоке. Испокон веков казахи не рекомендовали кушать как коровье мясо, так и пить коровье молоко. И в наших традициях пить коровье молоко считалось как бы уж очень трудно, практически невозможно. И в традициях такого практически не было. Потому что мы знали, что традиции народа знали, что те хлопья, которые образуются у нас в желудке из-за коровьего молока, они очень большие. От этого происходит и несваримое желудокое. Даже если вы можете переварить лактозу, как сахар, молочный сахар, то сами хлопья очень трудно переварить. И поэтому у нас получается неусваиваемость. И от этого еда, которую мы поступаем вместе с молоком, отдельно, позже или раньше, она задерживается. А задерживаясь, метаболизм тоже задерживается в желудке. И поэтому организм, конечно, страдает. От этого у нас много различных заболеваний получается в результате. Но самое опасное здесь существует для детей, для грудных детей, что во многих странах существует до 9-месячного возраста новорожденному запрещено пить коровье молоко. Именно из-за этих хлопьев, которые образуются в желудке, именно из-за этого образуются колики у детей до 9-месяцев. Им можно потреблять такое молоко, коровье молоко и любые его продукты, только после 9-месячного возраста. И то тоже с трудом, тоже есть свои ограничения. Поэтому, конечно, коровье молоко с этой точки зрения, оно малополезное. Некоторые специалисты утверждают, что оно может оказывать седативное действие. Правда ли это? Да, оно имеет такое действие, но оно должно быть связано с медом. Тогда это молоко, оно оказывает седативное действие. Специалисты утверждают, что коровье молоко нельзя употреблять вместе с хлебом, сладкой выпечкой. Может ли это какие-то сбои в организме вызвать? Получается, что эти быстрые углеводы, которые наполняют наш организм, дают всплеск энергии, они являются источником диабета второго типа и источником ожирения. Поэтому, когда мы это смешиваем, молоко, свежее молоко, коровье молоко с другими углеводами, то, конечно же, у нас получается углеводный удар, и организм от этого, конечно, страдает. И желательно, если уж пить это молоко, то пить по отдельности или только с медом. Вот вы говорили про детей. Кому еще противопоказано пить коровье молоко и почему? У кого есть непереносимость лактозы, это 30% людей априори. Потом, когда мы говорим о в основном коровье молоке, мы должны знать, что современное сельское хозяйство – это хозяйство, основанное на антибиотиках и на гормонах. Когда мы потребляем коровье молоко, особенно с больших ферм, мы должны знать, что вместе с этим же коровьим молоком мы потребляем все те же антибиотики и все те же гормоны, которые дают коровам. Они, конечно же, не оказывают на нас положительного действия, они вредны абсолютно для всех. Поэтому, наверное, что сейчас вот любой даже грипп, любая другая инфекция или бактериальная, или вирусная инфекция, антибиотики уже не настолько эффективны, как раньше. Не потому, что мы передозируем антибиотики, а на нас тоже есть такой грех, что в любом случае и всегда мы стараемся антибиотики потреблять, чтобы быстрее на ноги встать. Но больше всего, конечно, идет от птиц, от курицы, которую мы потребляем вместе с антибиотиками и вместе с гормонами, а также из молока. Когда мы говорим о коровьем молоке, мы должны знать, что коровье молоко в основном состоит тоже из... Их кормят в основном кукурузой. Сам комбикорм состоит из кукурузы. Соответственно, и в молоке, и в молочном жире, и в самом говядине, и в ее говяжьем жире у нас много производных генно-модифицированной кукурузы. А это единственная кукуруза, которая, к сожалению, сейчас доступна в больших и в дешевых объемах. Про ГМО это, конечно, тоже другая тема, но, тем не менее, вот такая опасность, она существует. Еще, это то, что у нас в Казахстане, это вот мои личные уже исследования, мы изучали не такое большое количество коров, всего 400 коров, но по этому небольшому выборочному исследованию, я как специалист могу судить о том, что онкология крови у коров наблюдается, причем в очень больших масштабах. И те коровы, которые мы исследовали, почти все были заражены белокровием. А они были из одного стада? Из разных. Из разных. Из разных, да. И я бы, я сколько раз этот вопрос поднимал на встрече с официальными лицами, что мы должны поставить на контроль именно по онкологии тех крупнорогатых скот, которые, во-первых, мы завозим, а когда мы завозим, мы завозим, как правило, еще именно и такой скот. И сколько было таких уже случаев официально в прессе, признаваемые официальными органами. И второе, это вот современное казахстанское сельское хозяйство, они завозят же замороженную сперму, и даже сперму надо и то проверять на наличие вот таких вот генетических заболеваний, потому что телята, которые потом рождаются, они тоже практически, ну, не могу сказать, практически все, но в то же время большое количество их тоже заражены онкологией. А существует ли какой-нибудь подручный способ, чтобы понять, какое молоко чистое, а какое содержит очень много вредных веществ и примесей? Если бы такой способ существовал, конечно, наверняка бы наши власти давно бы его уже внедрили, и давно мы бы пользовались, не только у нас, а везде в мире. Но для того, чтобы узнать качество молока, нужны дорогостоящие приборы. То есть в домашних условиях не получится? Возможно, и все эти лайфхаки, они есть, но сказать точно, к примеру, есть у той же коровы и того же коровьего молока, источника этого молока, есть у него белокровие, к примеру, невозможно, правильно, да? Это нужны специализированные приборы, очень серьезное оборудование и очень серьезные подготовленные кадры для этого. А также надо знать, что, к примеру, тяжелые металлы, да? Это нужен атомно-отсорбционный спектрофотометр, чтобы узнать, есть ли тяжелый металл или нет, уже лайфхаком таким не узнаешь это. И, наверное, именно поэтому контроль за пищевой безопасностью – это очень дорогостоящая, но самое главное – это очень ответственная роль государства в снабжении нас безопасными продуктами. Через несколько секунд мы вернемся в студию и поговорим о плюсах и минусах кобыльевого молока и ценности верблюжьего. Три тысячи лет назад полезные свойства кобыльевого молока оценили жители Китая. Некоторые врачи утверждают, что оно усваивается даже лучше и легче, чем женское грудное молоко. Молоко кобылицы – превосходный источник аминокислот, микроэлементов, ферментов, а также витаминов А, В1, В2, В6, В12 и С. В его состав входит не менее 40 полезных биологически активных веществ. Доктор Диас, какие полезные свойства кобыльевого молока вы можете перечислить и при каких заболеваниях оно помогает? Кобылье молоко, безусловно, одно из самых полезных продуктов, которые доступны широкому потребителю у нас в Казахстане. И кобылье молоко действительно содержит огромное количество витаминов. То кобылье молоко, которое у нас есть в нашем регионе, в среднеазиатском регионе, оно органическое молоко от свободно пасущихся кобылиц. Поэтому они едят ту траву, которую хотят, именно зная, инстинктивно зная, какие витамины, какую траву употреблять. И поэтому, соответственно, и мы тоже, потребляя это молоко, берем от природы, посредством кобылицей, именно те витамины, минералы и белки, которые нам поставляет природа. Но надо знать, что кобылье молоко тоже, к сожалению, содержит молочный сахар и не все люди могут его переваривать. И даже ферментированное кобылье молоко, лактоза оттуда, к сожалению, не удаляется. И тоже хамаз могут пить не все и не могут переварить все. Хотя это практически единственный минус такого молока, что наличие лактозы. То есть если ты априори можешь, у тебя нет никакой аллергии против лактозы, лактозы, то тогда кобылье молоко – это один из самых лучших продуктов, который может только появиться потенциально у тебя на столе. Те жирные кислоты, которые находятся в кобыле молоке, они тоже большие, свыше 15 в углеводородной цепи. Поэтому, когда мы говорим о тех хлопьях, которые образуются у нас в желудке, после того, как мы выпьем его, они очень мелкие. И даже детям было около 1300 различных исследований, когда проверяли вот именно усваиваемость кобыльевого молока младенцами, новорожденным младенцами, то понятно становится, что кобылье молоко полностью безопасно для даже новорожденных детей. Кобылье молоко очень рекомендуемо и является одним из источников здоровья на нашем казахстанском столе. Я могу рассказать даже один такой случай, когда в нашей лаборатории у нас была система для того, чтобы делать скрининг онкологических заболеваний на ранней стадии. И у нас был мальчик, 4 где-то лет, которого отец принес прямо на руках и попросил проверить якобы те результаты, которые были проведены в официальной больнице. Потому что была терминальная стадия онкологического заболевания. Мы на всякий случай тоже проверили, потому что у нас-то не официальные результаты, а просто экспериментальные результаты. Наш аппарат действительно показал, что уже у мальчика действительно самая последняя стадия, и надежд практически никаких нет. Поэтому, наверное, его и выписали из больницы. Через полгода я вдруг в коридоре слышу детские шаги, а у нас же как бы режимный объект. И вдруг детские шаги и смех. Выглянув в коридор, я смотрю, вроде похож на того же самого мальчика. И действительно отец пришел к нам в лабораторию, говорит, а можно сейчас провериться, буквально через 6 месяцев? Это вот случай в моей практике. Мы его проверили, у него все показатели самые лучшие, как у здорового ребенка, уже практически пятилетнего ребенка. И я его спросил, наверное, каким-нибудь заморским лекарством вы лечились. Что вы делали, чтобы ваш ребенок вот так вот из практически безнадежного состояния вот такого здорового ребенка превратился? Мы только поехали на ферму и пили свежее кобылье молоко. Раз за разом, каждым днем, мальчик стал чувствовать себя лучше. И в конце концов мы можем официально заявить, что мальчик полностью здоров. Кто-то может сказать, что это чудо, но я могу это отнести на те полезные свойства, от которых вы спрашивали, кобыльевого молока. Правда ли, что кобылье молоко благоприятно сказывается на потенции? Да, потому что в кобылье молоке очень много углеводородов, жирных кислот, которые выше 15, и при этом у них существуют омега-жиры, которые там присутствуют в изобилии, и которые помогают нашему организму быть больше мужчиной, как говорится, и чувствовать себя гораздо лучше именно в этом направлении. Почти повсеместно молоко активно использовалось и в народной косметике. Так, в Древнем Риме ослиное молоко считалось самым подходящим средством против морщин. Вторая жена Нерона Помпея, слывшая о большой красавице, всегда брала с собой в путешествие 500 ослиц, чтобы иметь возможность принимать молочные ванны. Предлагаю узнать еще несколько интересных фактов о молоке, после чего мы вернемся в студию и продолжим. Нет ни одного человека на планете, который не знает, что такое молоко. А знаете ли вы, что в мире ежегодно производят более 400 миллионов тонн молока? При этом каждая корова дает по 11-23 литра, то есть в среднем по 90 стаканов в день. В результате за всю свою жизнь одна корова производит 200 тысяч стаканов молока. В среднем в коровьем вымени содержится 15 литров молока. Самое жирное молоко у тюленей – жирность более 50% и китов. А самым постным является молоко кобыл и ослиц. При этом в коровьем молоке обычно 85-95% воды, а жиры, белки и углеводы составляют оставшуюся долю. Первое животное, которое стали использовать для добычи молока, была не корова, а коза. Корову одомашнили гораздо позже. Козье молоко разрушается в процессе пищеварения в среднем за 20 минут, а коровье – только за час. Верблюжье молоко не сворачивается, и оно легко усваивается людьми с непереносимостью лактозы. Этот вид молока считается самым распространенным у народов пустынь. Молоко содержит в себе вещество, называемое козеин. Он используется для изготовления многих видов пластика, клея и красок. По статистике, самое большое количество молока выпивается в Финляндии. С помощью молока можно легко вывести свежее чернильное пятно. Требуется примерно 10 литров молока, чтобы сделать 1 килограмм сыра. В 1964 году молоко впервые начали упаковывать в пакеты. Процесс пастеризации был придуман в конце 19 века, благодаря чему удалось избежать многих эпидемий. Литр цельного молока по калорийности заменяет 370 граммов говядины или около 700 граммов картофеля. Интересно, что калорийность разных видов молока не одинакова. Так, 1 килограмм молока самки-оленя содержит 272 калории, коровы – около 700, а крольчихи – аж 1700 килокалорий. Наши древние предки, конечно, не знали всех этих цифр, но достоинство молока ценили очень высоко. Последние исследования в сфере лечебного питания показали, насколько полезным может быть верблюжье молоко. Оно считается источником здоровья в Азии, Северной Африке и на Ближнем Востоке. Что такого содержится в этом молоке и как оно может быть полезным? Во-первых, верблюжьего молока никогда много не бывает. И мы в Казахстане живя, тоже у нас есть такая прерогатива и такое преимущество перед многими другими странами, что у нас есть доступ к свежему верблюжьему молоку, также к ферментированному верблюжьему молоку. Например, вот тоже кобылье молоко, его нельзя высушить, поэтому его можно пить только свежим или в виде хамаза. Верблюжье молоко можно высушить и можно при этом сделать из него порошок и при этом употреблять в пищу. Потому что верблюжье молоко, если мы посмотрим из физико-химического состава, то оно наиболее близкое к человеческому молоку, и жирно-кислотный состав его наиболее близкий по сравнению с кобыльем и по сравнению даже с коровьим молоком. Массовая доля альбуминов и глобулинов тоже наиболее близкая к человеческому молоку. То есть это уже альбуминовое молоко, легко усваиваемое. Жиры, которые находятся в этом молоке, тоже высшие жиры, похожи на человеческое молоко. Единственное, что доля жира в верблюжьем молоке немножко выше. Это в среднем 3,7, когда у человеческого молока 3% жира. На самом деле верблюжье молоко очень полезно для нашего организма, и против его употребления практически нет никаких противопоказаний. И его можно употреблять столько, сколько вам захочется, и нет никаких противопоказаний. Оно органическое, у нас нет никаких специальных заводов по производству верблюжьего молока. Оно содержит все витамины и все минералы, которые необходимы для человеческого организма. И крайне рекомендовано к употреблению всеми диетологами. Неужели никакого вредного действия? Доказанных вредных каких-то влияний на человеческий организм нет. Но в целом, если брать здорового верблюда, который пасется, грубо говоря, где-нибудь в Казалурдинской области или Джамбульской области, то от него вряд ли будет какой-то вред. Опять же говорю, если он не пасется на свалке, на каком-нибудь промышленном объекте, и, естественно, если у него будет тот импакт, который будет на него влиять, естественно, и молоко будет, соответственно, такое же, да, у верблюдицы. Но если это простые казахстанские просторы или любые другие просторы, экологические, достаточно чистые, то и молоко не будет ни в коем случае вредным и не будет влиять никаким образом, негативным образом на человеческий организм. Когда мы говорим о верблюжьем молоке, мы должны знать, что есть научно доказанные работы, экспериментальные работы, которые подтверждают, что верблюжье молоко помогает при исцелении различных заболеваний зрения, онкологических заболеваний, заболеваний кожи, диабета и многих других заболеваний, от которых страдает современный человек, без доступа к свежему верблюжьему молоку. Мы должны знать, что верблюжье молоко также содержит большое количество лактоферина. Это белок, в центре которого есть ион железа. То есть почему и называют его красным белком? Потому что благодаря ему мы усваиваем железо. И вот лактоферин, его очень много в верблюжьем молоке, даже больше, чем в человеческом молоке. Когда верблюдеца первые дни после рождения верблюженка, у нее идет вот это вот малозиво, да, по-казахски «Увоз». И вот эта густая жидкость, она содержит до 4% вот этого лактоферина. А лактоферин – это доказанное антираковое, доказанное усиление иммунитета, улучшение всех функций организма. И действительно, это эликсир молодости. Но, к сожалению, когда мы говорим о сухом молоке и говорим о молоке, который производится в промышленных масштабах, то сейчас стоимость лактоферина за 1 грамм около 3000 американских долларов. Представляете, за 1 грамм, за небольшую вот такую пробирочку – 3000 долларов. Поэтому то порошковое молоко, которое мы потребляем, то фабричное молоко, которое мы потребляем, оно уже без этого лактоферина идет. А без лактоферина, следовательно, оно не полезное, не настолько полезное, и уже не имеет тех антибактериальных, антигрибковых, доказанных качеств, которые есть у молока, непосредственно с лактоферином самой природой производится. Поэтому, конечно, вот у казахов испокон веков считалось, даже вот только что родившее животное, самое дорогое молоко на везу, вот это было именно вот это малазиво. И старались тоже чуть-чуть взять и выпить это молоко. И поэтому в степи без никаких витаминной продукции, как говорится, которая на прилавках сейчас есть, тем не менее не болели, потому что там молоко с лактоферином, ударная доза витаминов и минералов, и можно не бояться никаких болезней. Именно из-за того, что сам химический состав настолько сбалансировал, настолько густой, что даже вот само по консистенции оно такое густое. И я бы хотел обратить внимание на это, на лактоферин. Когда мы говорим о молоке, с точки зрения науки, конечно, самое полезное для человека, особенно когда это младенец, это молоко родной матери. Недаром у казахов считалось, что обязательно мать должна прокормить полных два года. Тогда и с самого начала, то есть когда идет вот это вот малазиво и непосредственно уже грудное молоко, то ребенок получает как бы иммунную прививку от многих болезней, которые будут его в жизни ожидать. Поэтому грудное вскармливание, оно жизненно необходимо два года. Это вот то, что необходимо для человеческого организма. Когда мы говорим о других видах молока, то, конечно, самое полезное, это, наверное, овечье молоко. Полезно также буйволийное молоко, из которого держится знаменитый сыр моцарелла. Полезно козье молоко. В наших условиях тоже отличный вид молока – это кобылье молоко и верблюжье молоко. Ну а если у вас нет такой возможности, то желательно, конечно, пить просто пастеризованное, не прошедшее никаких особых химических рафинаций коровье молоко. Даже такое молоко, оно содержит, где говорят, не содержит никаких химических элементов. Простое молоко в упаковке, просто пастеризованное молоко, содержит минимум 30 различных химикатов, концентрация которых не превышает 1%. Поэтому их и не указывают на упаковке. Хотя, если вы знаете, что такое простое даже коровье молоко, вы видите, что оно превращается в хлопья, оно неоднородное по своей структуре. И такое молоко вряд ли будут потребители пить. Чтобы оно приобрело товарный вид, производители добавляют вот эти свои химикаты. Поэтому чем дальше от коровы или от верблюдицы, или от кобылицы в производственном цикле это молоко, тем, конечно, оно теряет свои качества и становится во многих случаях даже опасным. Поэтому желательно, конечно, пить свежее, нерафинированное молоко из вышеперечисленных животных. Как говорил известный специалист по истории кулинарии Вильям Пахлёбкин, словом, молоко и само по себе, и во всех своих неожиданных и удивительных проявлениях и перевоплощениях это целое царство в пищевом мире, многоликая, как сама жизнь, символом которой оно является. Я же соглашусь с Гиппократом. В молоке – совершенство. А через неделю мы подробно расскажем о новых нобелевских лауреатах, а также об их открытиях. Смотрите нас каждое воскресенье на телеканале ХИТ-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин